Каренина. На Авторадио. Программу ведет Катя Каренина. Данил, привет! Поехали кататься? Конечно, поехали. Садись. Когда я готовилась к интервью, я прочла, что ты закончил факультет автомобилестроения. Да, было дело. Расскажи об этом. Ну, это выбор получился такой, ну, больше поблизости к дому, вот этот институт. А потом, естественно, появился большой интерес, и с братом решили поступать именно туда. А почему? С чего такой выбор? Ну, машины интересны всегда были, и специальность такая, мне кажется, любой парень заинтересовался. Но пригодилось это в жизни вообще? Не знаю, там, какой-то был момент, когда вы применил эти навыки? Колесо принял, да? Машины это больше как хобби, наверное. В принципе, у меня много было машин, которые сам как-то пытался довести. Ну, не в смысле сам, а старался их как-то обособить. Вот у вас там паук, у меня там еще что-то было. У тебя мяч был? Не, у меня была одна машина с козлом на этом, ну, все думали, что это козел на капоте, аэрография. Но это был единорог, неудачно нарисованный. Ну, немножко обособить машину хотел, хотя она и так была достаточно обособить, без крыши. Ну, то есть кабриолет. У меня с кабриолетом была очень смешная история. Мы ехали ночью в ночное заведение с другом. У него тоже была спортивная машина, тоже кабриолет. И, ну, молодые были. Давай, думаю, мы подъедем красиво, ну, к клубу. И подъехали красиво так, что я правым крылом ему дал в его левый бок, ну, в задний. То есть не рассчитал силу. И в итоге мы подъехали к ночному заведению. У меня вообще правого фара и бампера нет там, да, правого угла. А у него труба вниз загнута, так что почти по асфальтски, ребят. Ну, ребята заценили, сказали, очень красиво подъехали. Так, чтобы к нам никто не подъезжал. Я знаю, что ты одним из первых в Москве купил BMW F6. Чем она тебя так зацепила? Что тебе мне так понравилось? Дизайн кузова, наверное. Ну, суть в том, что у меня был до этого X5, который был уже, наверное, на то время не столь современен. И пришлось его продать и поменять на X6, который тогда только вышел и очень по стилю как-то мне нравился. А почему продал? X6? Или не продал? Не, я продал. Я его тюнинганул, во-первых, в баталье и через два месяца уехал в Англию. Не хотелся его туда тащить, там, во-первых, руль за другой стороны у тех машин. А он был как бы, ну, свеженький, свеженький. И я оставил его в России брату. Брат потом продал его спокойненько. А вообще сложно было привыкать вот к правостороннему движению, если вот так, знаешь? У меня такое ощущение, что все равно в какой-то момент поедешь и не туда. Ну, я вот так первую неделю-две ездил на автомате, не туда едешь. И хорошо там как-то водители, ну, может, пониманием как-то относились, я не знаю. Тоже была такая там, ну, ночная у меня история, что еду-еду, вижу, господи, ешь по сречке уже там, милю целую проехал. Хорошо ночью катался. Быстренько, оп, срулил. Ну, через пару недель уже привык. И самое главное вот было привыкнуть даже не на дороге, а вот именно, что вокруг тебя самому легче потом стало. А вот там, с какой стороны пешеход переходит, с какой стороны там машина поворачивает. Для этого нужны были навыки. Скажи, а хорошая реакция помогает в управлении автомобилем? Да, я по себе знаю, что я столько раз уходил от столкновений, и именно не по моей вине, когда успевал как-то, ну, наверное, уже еще от какого-то инстинкта где-то на газ в топить, где-то увернуться. Ехали мы тут, ну, несколько лет назад с другом, с товарищем по Ярославскому шту, и автобус начал зажимать, ну, с правой стороны. Мы ехали второй раз, с правой. Просто едет и рулит, а мы на большой скорости, и надо было просто немножко газу нажать. И мы буквально там два сантиметра, ну, у него не по... то есть он у нас не въехал. А самый любимый автомобиль был в твоей жизни? Ну, самый любимый я продал, к сожалению, вот сейчас весной. Это какой? У меня был Nissan GTR. А почему она была любимая? Она была самая быстрая, она была самая бешеная, я бы сказал. Там, в ней столько напихал за три года туда, что порой даже страшно было людям со мной ездить. А цвет какой был? Белый был, но изначально был он мокрый асфальт, я перекрасил в белый мат. Причем поначалу наклеил пленку, потом посмотрел, нет, ужасно. Решил все перекрасить, перекрасил все, белый мат взял. Перешил в салон, поменял обвес, поменял диски. Скажи, а какая у тебя сейчас машина? У меня сейчас Porsche Turbo S 911. А супруга не ревнует к автомобилям? Иногда, да, иногда у меня такие бывают, там, какие-то моменты, там, хрюкнешь кого-нибудь на дороге, обгонишь, погладишь машину, скажу, а ты моя детка, он меня сможет, мне так не часто говоришь. По разговору с тобой, здесь у тебя одни спортивные практические автомобили, а за границей это какие автомобили? За границей, ну, мы если в отпуск едем, мы тоже берем какой-нибудь такой, ну, мы на 2-3 дня там что-нибудь погонять туда-сюда. Я вот видела в твиттере, что у тебя, в твоем твиттере, что у тебя мини-купер даже был в семье. И с ним даже была какая-то история ужасная. Расскажи, пожалуйста. Да, ограбление у нас было. Причем стоял рядом 6-й машина, и рядом стоял Купер С. Ну, Купер С я жене как бы купил, что она там ездила, по делам. И там, ну, такой бардачок как-то небольшой, открытый, и монетки лежат. И там, и там, и в большой машине, и в маленькой, да? И разбили из Купера, вытащили весь этот, ну, там, монеток, я не знаю, фунтов, может, 50 было от силы. Это сколько в рублях? Ну, у нас сейчас на нынешние деньги 2,5 тысячи рублей, наверное, так. Ну, мы привыкли, там, выходишь, монетку засунул на парковку и пошел дальше, чтобы ее не таскать туда-сюда, ее складываешь в этот подстаканник. Ну, нет, подстаканник вытащили, разбили, и хорошо у меня брат гостя в гостях, ну, видел его, кто это, что это, в капюшоне человек убежал, оставил перчатку под этим, под машиной свою, которую разбил, под камерами все это было. Ну, там не стали с этим связывать, там, по страховочке быстро поменяли окно. Ну, и ситуация неприятная, на огражденном участке, чтобы, ну, так зашел человек, разбил машину, шел безнаказанно. Ну, было неприятно. Мы находимся в центре Москвы, в ее переулках, и вот я вижу там стоит прекрасный Porsche 911, он там один из всех, из всего ряда автомобилей, я так понимаю, что это твой. Да, да, можно. Пойдем смотреть? Пойдемте. Какая красота! 911-й, слушайте, открывай, рассказывай теперь. Ну, была мечта такая, приобрести машину, ну, такого именно уже уровня, вот, накопил, плюс с продажи GTR очень много, большое подспорье было. Давно купил? Ну, вот, в втором месте езжем. Обкатка только вот заканчивается сейчас. Ну, открой багажник, всем же интересно, что у тебя... Ну, если это можно назвать багажником, то это багажник. Здесь это багажник. Слушай, а где мячик, в общем, у тебя одна куртка белого цвета, олимпийка. Тут был один мячик, а да, на той неделе. Это обязательно. И как у правильного водителя медицины в дороге, соответственно, аптечка. Что-то переделывал? Нет, еще не успел, как бы. То есть это полностью стандартная родная комплектация? Ну, да, ну, индивидуально там, ну, как бы делают вещи. Очень красиво, кофейный салон. Да, да. А почему такая тенденция? Ну, как-то стараются сочетать, да? Если, например, белая машина, да, там, черный салон, ну, какие-то все-таки, мне кажется, коричневый с бирюзовым, ну, как-то очень странно смотрятся, с синим даже, я бы сказала. А я вот, как бы, подбираю внутренний и внешний, как бы, я не особо люблю так. А тебе важно светлый салон или нет? Да. А почему? У меня все машины со светлым салоном были. Ну, марка же очень, нет? Марка, да, много проблем с этим, нагрязнится все, от джинсов особенно. Но, люблю почему-то светлый салон. Ну, что, знаете, я знаю, на самом деле, что интересно всем. Давайте откроем все-таки, посмотрим мотор. Вот он есть. Да ты что? То есть, фактически, как раньше, да, только температура, только, вернее, масло посмотреть. Масло, да. И все, и больше ничего, в принципе. Машину надо поднимать на стенд, и они как-то там снизу подлезают. 160. А разгон до сотни? 3,1. 3,2. Вот так вот. Какие-то плюсы-минусы можешь отметить? Ну, могу сказать, она немножко медленнее, чем у меня был ГПР, но очень сильно включается в управлении. Она прижимается, и в управлении, конечно, она сильнее гораздо, чем она. И она полноприводная? Она полноприводная, да, причем он привод постоянно гуляет где-то передним. В основном задний работает, передний на 5%. А ты не можешь выключить его, то есть сделать задним или нет? Нет, он тут все, да, он постоянный полнопривод, но единственное, что там на 5% он может быть спереди, и все. Так особо не... А не хочется все-таки механической коробки, а не вот... Не знаю, я так привык к автомату, я понимаю, что механика это, наверное, интересная. Геттер тоже был на автомате? Да, Геттер на автомате. А Геттер, по-моему, не бывает на механике. Пользуешься здесь, кстати, на лепестками и этим? Ну вот, еще 50... И ручной режим вообще пользуешься? Еще и 50 километров я начну пользоваться. Вот мне сказали, да, тысяча... Видишь, там пробег какой? 952. 952 километра. То есть мне осталось 50 километров, я могу включать и эту кнопку, и эту кнопку. Прекрасная панорамная крыша, кстати, здесь. И потолок обид коричневой алькантарой. Да, да. Панорамная, она открывается... А это даже крепление для детского сидения, правильно я понимаю, есть? Да. Генера, а есть планы на доработки этого автомобиля? Или не будешь трогать? Ну, насчет двигателя нет, наверное. А план есть, наверное, какой-то интересненький обидчик, то есть. Все-таки что-то сделать. Генера, спасибо тебе огромное, что ты был у меня в программе. Я хочу тебе пожелать, конечно же, побольше голов. Спасибо большое. А по автомобильной тематике, чтобы эта машина тебя радовала, приносила тебе хорошее настроение, ну и, конечно же, безопасности побольше. Спасибо большое. Мне тоже очень понравилось. Хорошее вам процветание. Спасибо большое. Каренина на Авторадио. Счастливо, пока. Каренина на Авторадио. Программу ведет Катя Каренина.